Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать стример, который был уже проверен и полососевым, в том числе форель, кумжа, также и по хищнику. То есть, если попадается он щук, и щука тоже в наших краях его не пропускает. На платниках очень хорошо себя зарекомендовал практически по любой рыбе, какую только можно поднять. Я буду изготавливать его в том варианте, в котором он был изначально. Вы можете в процессе изготовления, я буду рассказывать, менять для себя материалы под свою рыбалку. Я буду показывать только лишь принцип построения стримера. Крючок я взял вот фирмы, как вы видите, такой, соответствует размеру, для того, чтобы отсеять всякую мелочь. И по отходам огрузил, естественно, свинцом и закрепил красную нить. По отходам мне необходимо взять вот совсем такую небольшую щепоточку пера оранжевого, красного, любого, для того, чтобы обозначить только лишь сзади точку атаки. Принцип изготавливается практически очень просто, но невзирая на свою простоту, достаточно уловистая приманка. Проматываем до начала загиба. Если по каким-либо причинам, вот допустим, там он неровный, или можно общипать, или можно взять потом подрезать. Теперь нам с вами понадобится люрекс. Но люрекс я вам уже объяснял не один раз и скажу еще раз. Вот перед вами люрекс, который я изготавливаю и кручу сам, в зависимости от того, какой мне длины и расцветы нужен. В него я только лишь добавил вот немножко бракованного такого люрекса, который продается в наборах. Иногда от длительного хранения он выглядит вот так, что не совсем хорошо для наших, допустим, целей. Поэтому я его иногда использую несколько по-другому. Я взял небольшую щепотку, где-то приблизительно полампулки. Разных цветов, разных здесь у меня получается оттеночков, и в то же время достаточно хорошо будет играть мой люрекс. Крепим его там, где мы закрепили с вами хвостик. Если у вас имеются трубки голографические, тоже можно использовать. Но, учитывая то, что я стараюсь, как говорится, в фильмах, вам показать, из каких материалов возможно изготавливать, поэтому я показываю, что можно изготовить, не имея каких-либо других материалов. Подхватили. Теперь нам необходимо с вами немножечко промазать клеем место крепления нашего люрекса. Пока ничего здесь не подравниваем, не выравниваем. Оставляем в таком положении. Нам необходимо поменять нить. Но нить мы не будем менять, как обычно, а оставляем мою красную нить, которая мне пригодится потом, здесь у загиба. Я ее убираю. Увожу немножко в сторону люрекс, чтобы не мешал мне в работе. И беру белую нить. Нам необходимо с вами теперь... Нить, в принципе, это вспомогательная. Она не имеет той функции, допустим, для крепежа материала. Поэтому желательно... Можно люрексом другим промотать. Но учитывая то, что мы будем проматывать люрексом, нам нет смысла брать и дополнительно еще здесь наматывать люрекс. Как вы поняли, мы сейчас вспомогательной нитью должны подровнять тело до конца свинца. Вот мы с вами так подготовили тело. Теперь нам необходимо с вами слегка промазать клеем. Сильно не усердствуем, потому что лишний клей здесь не нужен. Он только лишь нам подпортит немножко люрекс. Клей я применяю вот такой. Берем теперь наш люрекс. И аккуратно, слегка подкрутив его в жгутик, начинаем производить намотку по телу. Вот как он будет у нас ложиться ровненько, вот так, с определенной сегментацией. Доходим до окончания свинца. И здесь нам люрекс необходимо закрепить в верхней точке. Для этого я беру другую нить. Желательно так же, чтобы она была светлая. Поднимаем вот так вверх наш люрекс. И крепим, удерживая в этой точке. Подхватили. И теперь уже окончательно здесь его закрепим. Оставляем здесь, где мы его с вами закрепили. Уводим в стороночку. Теперь промажем немножко клеем. И нам необходимо с вами подумать о том, какое мы будем изготавливать крыло. Часть крыла у нас уже имеется из люрекса. И я обычно брал любой синтетический материал и накрывал сверху. Но вообще в идеале лучше было бы использовать перо павлина. Вот у меня имеется такой набор. я возьму щепотку приблизительно из пяти, шести, восьми. Посмотрите по величине своих перьев. Но я здесь сразу сделаю отступление. Если я вам покажу допустим набор, который вот у меня имеется hands и покажу набор не в том смысле, что это антиреклама. Вот у меня попались вот такие перья. Как вы видите, между ними довольно-таки существенная разница. Такое ощущение, что их надергали из мечевидных перьев. То есть не совсем они годятся нам для намотки тела, вернее для изготовления ёршиков и всего остального. Но учитывая то, что они достаточно крепкие, они у нас годятся для изготовления крыльев. Подравниваем все-все-все-все перышки. Вот я взял приблизительно как ампулка вот такую щепотку. Давайте подравняем перья и будем продолжать дальше. Теперь мы берем подравненные наши перья и желательно так, чтобы у нас длина нашего крыла равнялась примерно длине нашего хвостика. Крепим здесь. Закрепили. Теперь нам необходимо выполнить одну довольно-таки операцию, которую не всем она нравится. Многие против ее я обычно беру. Для того, чтобы у меня несколько пышней была моя спинка, я перо, которое у нас мы с вами закрепили, еще переламываю. Но для того, чтобы мы с вами изготовили симпатичную спинку, нам необходимо сейчас взять аккуратно вот так люрекс, который мы с вами закрепили. И верхнюю часть перьев. Берем нашу красную нить и аккуратненько вот в этой точке в натяжку и перо и наш люрекс подхватываем. Только-только вот подхватили для того, чтобы обозначить нам точку, где мы будем крепить наши материалы. Убираем. Берем теперь наше перо аккуратненько делаем вот так шапочку и сразу разравниваем по спинке наше перо. Прикладываем, не отпускаем перо. на первый взгляд может показаться, что достаточно несколько сложно его изготавливать. Но один-два изготовить, а тем более если у вас уже есть навыки изготовления, довольно-таки легко его изготавливать. добавим на точку крепления хорошую часть клея и еще выполним парочку оборотов. Теперь нам понадобится вот для того, чтобы не нарушить пропорцию, аккуратненько вот так это все срезать. Но как вы видите, все равно у меня не совсем достаточно по стримеру красоты той, которая у меня есть. Это то, о чем мы все время с моими друзьями спорим, зачем это все городить. Теперь я беру опять остатки перьев. Вот сколько у меня будут подворачиваться. Я их опять переламываю вперед. как вы видите, мы более рационально с вами используем уже перо павлина, которое у нас есть. А не отрезаем и выбрасываем. И ровно наполовину я уменьшил количество бородок пера. И этим же пером я выполню сейчас имитацию подкручиваем выполним имитацию нашей головки. Вот так. И остатки мы с вами удалим. Как вы видите, у нас должна выйти приблизительно вот такая конструкция. Теперь нам необходимо с вами поменять нить, изготовить красную головку, ну и естественно приклеить глазки. вот друзья мои, мы с вами приклеили глазки. Я добавил, но это уже чисто от себя внизу бородку из остатков пера куропатки. Глазки можно подобрать любые под размер, как вам будет удобно. Глазки мы изготавливаем сами, поэтому все практически у нас есть. Головку необходимо еще хорошо обработать эпоксидной смолой или наращивать клеем, чтобы изготовить еще дополнительно головку. Вот и все. Хороший удачный стример. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.